МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Путь к успеху Саровское общество инвалидов стало победителем регионального конкурса. Самый светлый праздник, как в Сарове отметили Рождество. Серафимовская школа служения в православной гимназии обновили библиотеку и гардероб. Далее расскажем по всему подробно. В России выявлен так называемый британский штамм коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, заразился россиянин, прилетевший из Великобритании. Анна Попова отметила, что британский штамм выявлен еще в конце прошлого года. Больной чувствовал себя хорошо, у него не было никаких симптомов. Сейчас он уже не выделяет вирус. По словам главы Роспотребнадзора, вирус не стал более опасным. Новый штамм не делает течение COVID-19 тяжелее. Однако больной становится более заразным. Разработанные в мире вакцины, как считают медики, будут эффективны против нового штамма. В мире выявили уже более 90 миллионов случаев заражения коронавирусом. В России за минувшие сутки заболели еще 23 315 человек. Из них в Нижегородской области 474. В Сарове 49 новых случаев. Подвели итоги седьмого регионального конкурса для людей с ограниченными возможностями здоровья и путь к успеху. В числе победителей оказались саровчане, активисты клуба «Лотос», спортсмены. В номинации «Большой успех» лучше стала работа председателя городского общества инвалидов Валерия Семикова. Подробности далее. О том, что такое жизнь с ОВЗ, Валерий Семиков знает не понаслышке. Впрочем, сам себя он называет иначе. Человек не с ограниченными, а с безграничными возможностями. И всегда старался следовать этому кредо. Окончил 15-ю школу. Успел поработать на градообразующем предприятии. Владел успешным бизнесом. А с недавних пор направил энергию в новое для себя русло общественной работы. Валерий – активный член военно-исторического общества 1945-й. И председатель Саровского отделения Всероссийского общества инвалидов. На вопрос о том, почему решил подать заявку на областной конкурс для людей с ОВЗ «Путь к успеху», с улыбкой отвечает, чтобы вдохновить. Я узнал об этом и решил принять участие, показав своим личным примером людям, молодым людям прежде всего, что надо искать свое место в жизни, что не надо заострять внимание на своих каких-то болячках небольших, что эти вещи иногда надо обращать не в минус, а в плюс. Валерий Семиков занял первое место в номинации «Мой большой успех». Награду ему и другим лауреатам вручал новый глава города Алексей Сафонов. Поздравив конкурсантов, Алексей Александрович выразил желание наладить тесный контакт между властями и представителями общества инвалидов. Как эксперт в области доступной среды, Валерий Семиков надеется, что это выльется в реальное, а не формальное продвижение интересов маломобильных граждан. Дело долгое и кропотливое, но первые подвижки уже есть. Вчера консультировал строителей, администрация, так скажем, выступила за строительщиков. Она решила сделать санитарно-гигиеническую комнату для инвалидов, полностью обустроенную всем требованиям и показателям на первом этаже администрации. Вот так скажем, как образец. Это интервью наша съемочная группа записывала в новом помещении, которое Саровскому отделению Всероссийского общества инвалидов выделили в стенах КБО на перекрестке улиц Курчатовой и Московской. Условия пока спартанские, но скоро здесь начнет работу полноценная общественная приемная для людей с ограниченными возможностями здоровья, которой так не хватало в новом районе. Это место очень доступное для встреч людей, для того, чтобы донести до них какую-то информацию, чтобы они получили консультацию. В старом районе города Саровское отделение Всероссийского общества инвалидов продолжает работу по прежнему адресу. Улица Бессарабенко, дом 14. Озвучить свои мысли и пожелания также можно по телефону 3-50-11. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Нижний Новгород получил официальный статус новогодней столицы России-2022. Торжественная церемония передачи почетного титула состоялась в Калуге. Новогодняя столица России-2021. Глава региона Глеб Никитин отметил, что наступивший год богат на праздничные события и юбилейные даты. В том числе столица региона будет отмечать 800-летие. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Аномальные морозы ударят по Нижегородской области в период с 12 по 16 января. Во вторник столбики термометров упадут до минус 24 градусов. 13 и 14 января ожидается мороз от минус 30 до минус 33 градусов. В четверг наступит потепление до минус 11, пройдет снегопад. Нижегородцы могут пожаловаться на горки, съезды которых ведут на проезжую часть. Акция «Зимняя каникулы», которую ГИБДД проводит совместно с уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области, продлится до 15 января. Сообщать об опасных горках нужно по телефону 8 831 428 0405. Полицейские напоминают, для предотвращения ДТП следует выбирать горки, расположенные в школьных дворах, парках и детских площадках. Дворец детского творчества сообщает, что с 11 января все занятия будут проходить в очном формате по расписанию объединений. На входе посетителям измерят температуру, обработают руки антисептиком. Родителям обязательно носить маски. Приходить на занятия нужно не более чем за 10 минут до начала, так как в перерывах помещение обрабатывают бактерицидными лампами. Творческий коллектив «Краса России» из детской школы искусств номер 2 стал победителем в 11-м международном конкурсе «Творчество и таланта новогодние чудеса». В номинации «Театр» и «Театрализованные действия» Саровский театр этно-моды «Краса России» завоевал звание лауреата второй степени. Руководитель коллектива Елена Бодряшкина награждена благодарственным письмом за создание творческой инновационной среды, способствующей достижению высоких результатов. По преданию в этот день в человеке воплотился сам Бог, Спаситель мира. 7 января православные отметили Рождество – великий праздник для всех христиан. Торжественные богослужения прошли во всех храмах и соборах. Накануне Рождества наша съемочная группа побывала в храме в честь святых царственных страста терпцев, а потом побеседовала с прихожанами. Защитные маски и дистанции между прихожанами. Даже во время рождественской службы саровчане не забывали о мерах предосторожности. Коронавирус еще не отступил. Богослужение в храме в честь святых царственных страста терпцев совершил протеерей Сергий Скузоваткин. Традиционно храм украсили к великому празднику внутри и снаружи. Возле церкви устроили небольшой вертеп. Каждый, кто спешил на службу или выходил из церкви, обязательно задерживались возле инсталляции. Светлый праздник саровчане встречали с особенными чувствами и эмоциями. Самыми счастливыми. Такой праздник волшебный. Конечно, ничего, кроме как счастья и радости, мне кажется, нельзя в этот день испытывать. С чувствами радости. С такими чувствами, что больше в этом году, наверное, ковида не будет. И все будем праздновать рождение Христа весело, радостно и забыв об этом ковиде. Как раз я весь декабрь болела. И я теперь так счастлива, что я сюда пришла, что я здесь была на службе. Просто необыкновенная радость. Слава Богу, жива. Слава Богу, здорова. У каждого в этот день свои традиции. Но большинство встречает праздник в семейном кругу. Собираемся все вместе со своими родственниками, с детьми. Встречаемся с детьми. Пироги печем. И застолье такое. По русскому обычаю. В этот день мы вот который год сюда приходим. Примерно в это время. Когда уже служба идет, слушаем, катаемся на горках, заходим вовнутрь. Вот такие вот у нас традиции. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. В дни новогодних праздников в Сарое прошел пятый городской фестиваль домашних рождественских вертепов в Ясельке. Памяти Елены Точилко. На сцене православного творческого объединения «Мир» показали традиционный спектакль «Рождественский вертеп». Остальную часть фестиваля из-за коронавирусных ограничений пришлось перенести в виртуальный формат. Подробности далее. Традиционный Саровский фестиваль домашних рождественских вертепов в этом году проходил в пятый раз. Организаторы долго не решались его объявлять в связи с эпидемиологической ситуацией. Однако нашли выход. Юбилейный фестиваль сделали виртуальным. Основная часть фестиваля проходит на платформе нашей группы ВКонтакте и в Фейсбуке. Там мы ежедневно выкладываем по несколько постов, рассказывая о предыстории, о истории фестиваля. Вот если у нас есть видеозаписи выступлений участников, их тоже выкладываем. Эту программу мы назвали «Все вертепы мира». Не все мероприятия фестиваля были виртуальными. Спектакль «Рождественский вертеп» саровчане могли посетить в офлайн-формате. Впервые его показали в Сарове еще в 1994 году на сцене театра драмы. Сейчас в рамках фестиваля он проходит ежегодно. Традиция такая великая вещь. Как вот елочку мы достаем каждый год, нам не скучно, правда? Наши старые игрушки, какие-то старые там украшения. Также этот спектакль мы достаем каждый год и каждый год. Понимаем, что мы очень соскучились по этому празднику, по этому спектаклю. И когда играем, все время открываем что-то неожиданное для себя новое. Изюминкой спектакля режиссер считает рассказ от себя. Здесь не наряжаются в разные костюмы, не используют сложный фольклорный текст, а стараются донести вечную тему для зрителей понятным, доступным и современным языком. Если смотреть фольклорный вариант, то современные дети просто не поймут, о чем речь. Тогда люди жили внутри церковного года, они знали события евангельские. Им был важен не сам рассказ, а то, как это происходит, участие в этом рассказе. А у нас еще стояла задача все-таки эту историю донести. К закрытию фестиваля организаторы сняли мультфильм, который опубликуют в своей группе ВКонтакте. Саровчанин обратился в полицию с жалобами на то, что неизвестные повредили его автомобиль Хюндай. Неприятность случилась с канун Нового года во дворе на проспекте Музруково. Чем еще запомнились новогодние праздники сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Ранним утром 1 января в полицию обратился житель дома номер 4 по улице Юности. Мужчина заявил, что в подъезде неизвестные причинили ему телесные повреждения. Спустя несколько часов с аналогичным заявлением пришел сосед потерпевшего. Медики зафиксировали у обоих ушибы, а у одного еще и сотрясение головного мозга. Как выяснилось, в новогоднюю ночь подъезд потерпевших облюбовала шумная компания, диалог с которой быстро приобрел эмоциональный окрас. Жители подъезда вышли, разгорелся конфликт, ну и произошла драка. Для другого саровчанина романтическая встреча на новогодних праздниках закончилась потерей золотого кольца. Так, по крайней мере, заявил сам потерпевший. В беседе со стражами правопорядка он сообщил, что, познакомившись с девушкой на просторах интернета, получил приглашение в гости. Дальше события развивались следующим образом. По словам заявителя, гражданин снял кольцо, положил его на стол. Утром проснулся, не увидел кольца на месте, куда его он клал. Разгорелся конфликт, и в связи с этим девушка его выгнула из собственной квартиры. Сама женщина утверждает, что никакого кольца не видела. Что именно произошло с печаткой, будут выяснять сотрудники полиции. И еще один эпизод с материальным ущербом стражу правопорядка зафиксировали 7 января, когда забывчивость обошлась с Ровченки в круглую сумму. На кассе одного из продуктовых магазинов жительница города оставила банковскую карту, чем и не применула воспользоваться стоявшей в очереди женщина. Вместо того, чтобы окликнуть хозяйку или передать карту кассиру, она решила не упускать удобного случая. Ущерб заявительницы составил около 6 тысяч рублей. Здесь камеры видеонаблюдения в магазине помогли установить. Это жительница города, 76-го года рождения. Ранее не привлекалась. Также с 1 по 10 января на территории города произошло 5 ДТП с материальным ущербом. Три соровчанина попались за вождением в нетрезвом виде. Двое отказались от прохождения медосвидетельствования. Новые читальные зоны библиотеки и почти в два раза увеличенная раздевалка с индивидуальными местами для хранения одежды и обуви. В Саровской православной гимназии завершились работы по двум проектам «Школьный гардероб» и «Оптимизация работы школьной библиотеки». Ремонт в помещениях провели на грантовые средства конкурса «Серафимовская школа служения». В оформлении библиотеки доминируют два цвета – салатовый и фиолетовый. Оттенки гармонично сочетаются и делают небольшое помещение ярким и просторным. Это уже не классическая библиотека со стройными рядами стеллажей и полумраком. Шкафы поставили так, что за каждым их поворотом детей ждет удивительный мир открытий. Классическое расположение, оно уже уходит. Дети, они привыкли сейчас получать информацию интерактивно. Им нужно в игровой форме, им нужно наглядно. И потом библиотека – это открытие. Они должны сюда прийти и увидеть. А вот чтобы они увидели, мы им должны помочь, мы должны представить, показать. Оптимизация работы школьной библиотеки – один из проектов православной гимназии, который успешно завершен в прошлом году. Интерьер библиотеки изменили до неузнаваемости. Теперь детям здесь будет удобнее заниматься и даже играть. Читального зала практически у нас не было. И рабочих мест за компьютером для индивидуального поиска информации тоже как бы не было. На сегодняшний день у нас все эти зоны созданы. Помимо этого у нас созданы игровые, досуговые зоны. У нас есть тут и некие тайные комнаты для детей, для проведения квестов и так далее. Здесь помещается, вот в этом маленьком пространстве, помещается много-много всего разных зон именно для детей. Вот в этом есть оптимизация. Для того, чтобы освободить место для рабочих зон и мини-читального зала, пришлось передать часть методической литературы в кабинеты. Нашлось место и для музея книги. В крошечной витрине под стеклом лежит Ветхий и Новый Завет, который издан в позапрошлом веке. Еще одна гордость православной гимназии – обновленный гардероб. Школьную раздевалку, в отличие от библиотеки, подвергли кардинальным изменениям. Раньше все 300 учеников раздевались в помещение площадью 46 квадратных метров. Теперь под гардероб отдали половину цокольного этажа. Это более 100 квадратных метров. У нас отдельный гардероб для начальной школы, для мальчиков и девочек отдельные зоны. И отдельный гардероб для среднего звена, тоже для девочек и для мальчиков отдельные зоны, визуализированные. У каждого места для раздевания, для каждого ребенка подписано. То есть у каждого ребенка в распоряжении целых три крючка, куда можно повесить одежду. И у каждого ребенка есть обувница. Теперь ни до, ни после урока в гардеробе не будет толкучки и уж точно ничего не потеряется в спешке. Отремонтировали гардероб тоже на средства гранта конкурса «Серафимовская школа служения». И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова